Снова добрый день. Время подошло начинать вебинар. Наш сегодняшний вебинар посвящен Wi-Fi и все, что с этим связано. Очень интересное направление, которое компания EpiMatic развивает сейчас успешно. Мы эти продукты представляем на рынке в России и в том числе в странах СНГ. И сегодняшнее мероприятие посвящено тому, что мы предлагаем, как мы предлагаем интересно зарабатывать на этом направлении и какие есть новинки в этой области. Плюс расскажем про все сопутствующее оборудование, инфраструктуру, которая необходима для построения таких сетей. Сегодня в мероприятии участвую я, Полевщиков Антон, отвечающий за продуктовое направление систем связи, видеонаблюдения и IT. Иван Яковлев, продакт-менеджер по сетевому оборудованию. И за кадром у нас сегодня Алексей Гольцов, который будет отвечать на ваши вопросы, пресейл по сетевому оборудованию. Поэтому можете писать свои вопросы, уточнения в чат. Он будет рад ответить. Какие-то из них, возможно, мы оставим, вынесем на конец нашей сегодняшней презентации и разберем подробнее. Всем привет! Да, вот слышно его, как раз он у нас за кадром. Ну что, поехали? Начнем сначала с общего понимания компании и как она работает на рынке России. В России компания Vitec работает с 2018 года и компания Pimatic является с эксклюзивным дистрибьютором. Мы давно хорошо изучили оборудование, знаем все необходимые подводные камни. Преимущества этого оборудования мы постоянно поддерживаем на складе. И вот на графике наглядно видно, как развивается динамика продаж этого оборудования на российском рынке. Фактически мы удваиваем сейчас обороты по этому вендору. Нам он нравится, и мы будем еще больше прикладывать усилий для того, чтобы продвигать его на рынке Российской Федерации и стран СНГ. И сам вендор-производитель отметил нас как одного из ведущих в мире дистрибьюторов. То есть мы сейчас уже существенную долю имеем в продажах оборудования Vitec. Причем здесь почему Wi-Fi сегодня выбран как основная тема? По результатам прошлого года это продуктовое сегмент, это направление входит в тройку самых быстрорастущих. И по нашим показателям динамика увеличилась в продаже этого оборудования примерно в два с половиной раза. Поэтому сейчас мы уделяем много внимания, сил для того, чтобы более подробно разобрать это направление. Что мы предлагаем в России для наших партнеров, компаний-интеграторов, value-at resellers? В первую очередь это, естественно, склад и сервисы, связанные с поставками этого оборудования для партнеров. Самый востребованный сервис, то, что сейчас помогает развивать эти продажи, программа поддержки проектов. Мы ее запустили уже достаточно давно и сейчас она набирает популярность, обороты. Многие компании пользуются этим сервисом. Что для этого необходимо? По большому счету мы три основных критерия обозначаем для того, чтобы можно было зарегистрировать проект в нашей системе и получить проектную поддержку от производителя и от нас как от дистрибьютора здесь в России. Первым мы проверяем на то, чтобы проект, который нам обозначил партнер, был уникален. Минимальный объем спецификаций, который мы сейчас обозначаем для регистрации в таких проектах, от 5000 долларов. Это не такая большая сумма с точки зрения проектных поставок. Ну и правильно заполненная форма регистрации, которую сейчас можно уже регистрировать в электронном виде. У нас есть веб-форма. По ссылочке можно заходить и проваливаться в форму регистрации для того, чтобы всю эту информацию полностью правильно и корректно заполнив нам предоставлять. После проверки мы подтверждаем либо отказываем соответственно в регистрации этого проекта и подтверждаем уровень проектных скидок с поставкой этого оборудования конкретно под этот проект. Здесь преимущество еще помимо, скажем так, ценовых является индивидуальная логистика, которую мы выстраиваем для поставки оборудования в такие проекты. То есть оборудование в проект едет целенаправленно, выделенными поставками, более, скажем так, скоростным видом транспорта. Вот поэтому здесь партнер и заказчик гарантированно получат оборудование в тот срок, который мы с ними говорили. Вот стандартная наша логистика сейчас при заказе оборудования на склад составляет от 90 календарных дней в зависимости от того, какое время года, какая логистика, каким транспортом мы везем. Преимущество также, которое мы обозначаем и многие пользуются, это наши складские возможности, наша логистика внутри России. Это помимо того, что мы имеем большой центральный склад в Москве, 5 наших региональных офисов, которые точно также имеют склады необходимого оборудования для покрытия запросов в регионах. Они оперативно пополняются всегда и более того, многие партнеры могут получать это оборудование к себе до заставки прямо до офиса с этих региональных складов. Естественно, в России мы реализуем полный комплекс поддержки технической, как то гарантийные сервисы, пресейл сервисы, автосейл сервисы. Это все реализовано на русском языке нашими специалистами техническими, которые обучены и имеют все необходимые навыки и знания для поддержки вас в проектах ВайТека. Идем дальше. Очень важный момент это то, как проверять оборудование. Да, мы категорически прямо настаиваем иногда, чтобы партнеры взяли оборудование в тест и проверили. В действительности лучше семь раз проверить и один раз поверить в то, что это работает и работает правильно. Поэтому у нас есть отдельный демонстрационный склад образцов. Заказывайте, берите их в тест. Сейчас есть упрощенная форма даже получения таких тестовых образцов через электронную форму запроса. Мы со своей стороны поможем в демонстрации, проконсультируем. Если необходимо участие в каких-то пилотных испытаниях, где наше оборудование должно протестировано быть в полевых условиях, мы готовы на это идти. Поэтому обращайтесь, берите, тестируйте, давайте нам обратную связь, как себя проявило оборудование, какие есть пожелания к доработке и улучшению его функционала. Ну и гарантия. Очень важный момент. Мы здесь реализуем в России гарантийную поддержку на базе наших сервисных центров и сервисных центров наших партнеров, потому что у нас есть еще региональные авторизованные сервисные центры, где стандартный срок гарантии на всю линейку оборудования составляет 3 года, с возможностью расширения этого срока до 5 лет на платной основе. Ну а на серьезные промышленные коммутаторы защищенного исполнения по умолчанию уже идет скидка 5 лет. Вот это хорошие показатели, которые демонстрируют то, что оборудование работает надежно, а мы со своей стороны, как дистрибьютор, имеем все необходимые инструменты для оперативного замены, ремонта и обновления парка оборудования, если это необходимо. Ну и перейдем непосредственно к оборудованию. Львину долю бюджета в проектах Wi-Fi систем составляют именно точки доступа. Поэтому начнем мы с них. Что из себя представлял ассортимент портфолио наших продуктов, если мы говорим про точки в 2022 году? Мы закрывали все основные сегменты типов стандартов Wi-Fi как для внутреннего использования, так и для наружного использования, но некоторые точки, скажем так, уличные были с пробелами. Вот. И по большому счету все было хорошо, но все больше запросов приходит от партнеров, усиливается конкурентная среда, были запросы с рынка о том, что нам необходимы для бюджетного сегмента более, скажем так, бюджетной версии продуктов, которые соответствуют запросу рынка. Вот. Ну и что мы реализовали в текущем 2023 году? Фактически мы удвоили ассортимент точек доступа в два раза, закрыв все необходимые сегменты, которые сейчас присутствуют на рынке. От самого простого четвертого стандарта Wi-Fi до высоконагруженного и производительного шестого стандарта в различном исполнении. Причем здесь я бы хотел отметить то, что активным спросом сейчас начинают пользоваться не только, скажем так, простые гражданские модели в исполнении устройства в пластиковом корпусах, но и две модели уличного исполнения индустриальные, которые предназначены для установки в основном на промышленных объектах, на инфраструктурных объектах, сейчас тоже очень хорошо востребованы и активно закладываются в проекты. Сейчас несколько больших проектов на заводах реализуются, и мы расширяем ассортимент не только самих устройств точек доступа, но и антенн внешних, которые будут использоваться для того, чтобы правильно спозиционировать и правильно, согласно радиопланированию, разместить точки доступа в нужном месте и покрыть нужную зону. Поэтому как внутренние для установки в помещении, так и наружные сейчас ассортимент полностью широкий. Причем, если вы видите, то внутренних точек даже по два в каждом сегменте. Почему так сделано и для чего? Мы вывели модельный ряд, который называется Light. Чем он отличается от основной базовой, который был до этого? По функционалу они полностью одинаковые. Отличия, во-первых, существенные по цене. Почему? Потому что они построены на чипах другого производителя, который имеет меньшую производительность. И снижение производительности сказывается только на одном параметре. Это максимальное количество абонентов, которые могут подключиться к этой точке доступа. По всем остальным параметрам точки соответствуют тем же проектным моделям, которые есть. Поэтому их можно использовать просто в проектах, где меньшее количество абонентов будет подключаться, где меньшее требования к пропускной способности. Поэтому здесь мы сейчас разбили весь сегмент оборудования Wi-Fi на два направления. Проектное и лайтовое, которое будет поставляться нашим партнерам, сабдистрибьюторам на склады для того, чтобы они могли оперативно отгружать в простые решения малого и среднего бизнеса. А все остальное мы рекомендуем использовать под стандартные проектные поставки. Таким образом, сейчас в линейке оборудования Wi-Tech есть серия Light, новая, которую мы ввели, и серия Project. Модели, которые входят в серию Light, это как раз новые точки доступа внутреннего и наружного исполнения. И простой контроллер доступа для того, чтобы организовать и подключить вот такие небольшие решения к облачной платформе и организовать все необходимые требования по аутентификации и авторизации пользователей. В проектной серии мы расширили еще линейный ряд контроллеров и точек доступа, которые покрывают все необходимые запросы клиента. Таким образом, Light – это более выгодное решение с очень вкусной и интересной ценой, которая, я думаю, понравится рынку, и партнеры будут рады прямо со склада у себя отгружать это оборудование для клиентов. Для серии Project мы сделали преимущество, мы сделали более интересные условия. При проектной защите мы увеличили проектную скидку для этих моделей. Поэтому обращайтесь к менеджерам EpiMatic, мы предоставим все необходимые условия, цены, по которым мы можем отгружать такие проектные модели. Я уверен, они вам понравятся. При том, что производительность Project серии, она соответствует именно стандартам, которые требуются в таких проектах. Теперь Иван расскажет более подробно по модельному ряду Wi-Fi оборудования и сопутствующего, которые есть в линейке EpiMatic, ну и сравнить с конкурентами. Коллеги, добрый день еще раз. Спасибо Антону за презентацию бренда и направление Wi-Fi. А сейчас поговорим уже о самих устройствах, попытаемся сравнить их с некоторыми конкурентами и вообще в целом обсудим, где они применяются. То есть всем знаем, что внутренние точки Wi-Fi – это достаточно востребованный сегмент сейчас, наверное, везде. То есть от магазинов и кафе до офисов и гостиниц мы всегда хотим видеть Wi-Fi. Мы как клиенты, соответственно, да, то есть мы посещаем эти объекты. Соответственно, в чем плюсы нашего оборудования Wi-Tech беспроводного? Все точки доступа Wi-Fi позволяют быстро разворачиваться на объекте, централизованно управляются с помощью контроллеров. Модельный ряд поддерживает бесшовный роуминг протоколы и также все модели отвечают требованиям дизайна. То есть, в принципе, они вписываются в большинство интерьеров без всяких проблем. Теперь рассмотрим сами точки доступа. Начнем мы с Wi-Fi 4. Когда-то это был единственный Wi-Fi, сейчас он уже, наверное, отходит и больше всего применяется на объектах, где нет требований к высоконагруженным приложениям, там, где работают клиенты только в диапазоне 2,4 и не требуется высокой проводной способности большого числа клиентов. Соответственно, раньше мы имели единственную точку доступа AP-210. Сейчас на ее замену приходит Lite-версия AP-210 Lite. Чем она отличается? Единственное ее отличие это количество абонентов. Но так как 2,4 диапазон сам по себе не предназначен для большого числа абонентов, то, в принципе, это не сильно большая разница. То есть, старая модель поддерживала 50 абонентов, новая модель поддерживает 30. По всем остальным параметрам пропускная способность, интерфейсы, протоколы бесшовного роуминга, а также поддержка контроллеров облачных и аппаратных полностью функционирует. Если сравнивать с конкурентами, то точка AP-210 Lite на данный момент, наверное, самая интересная по отношению к конкурентам и имеет очень низкую розничную цену. Плюс ее основное преимущество это наличие двух интерфейсов Ethernet, что помогает на некоторых объектах строить дополнительную инфраструктуру без дополнительных затрат. У других брендов все точки бюджетного сегмента имеют один интерфейс. Если у вас требуется куда-то подвести кабель, например, в помещении к розетке дополнительной, то приходится увеличивать емкость коммутатора. AP-210 Lite эту проблему решает и может транзитом протянуть, например, провод на какой-то стационарный компьютер, видеокамеру, то есть решить какую-то проблему по подключению дополнительных абонентов проводных. Далее, Wi-Fi 5. Более интересен для всех нас, потому что текущее требование клиентов наших. Это всегда высокая скорость, большое число абонентов. Соответственно, здесь на помощь нам приходит стандарт Wi-Fi 5. Ранее были всего две модели, это AP-215 и AP-217. Они имели хорошие характеристики по пропускной способности, поддерживали два интерфейса и имели большое число абонентов. КП-215 можно было подключить до 90, рекомендовалось до 90 абонентов. КП-217 до 150 абонентов. Соответственно, как Антон ранее уже рассказывал, есть часть объектов, где не требуется такая высокая производительность, то есть, например, небольшие объекты, какие-то гостиницы, небольшие кафе или маленькие офисы. Там мы можем предложить решение версии Lite. Это новое устройство AP-216 и AP-217 Lite. Это новинки, они уже на складе. Их отличительной особенностью является очень привлекательная розничная цена, которая может конкурировать с другими брендами. Единственное отличие – это уменьшенная производительность. Для AP-216 рекомендуемое максимальное число абонентов 48, для AP-217 Lite рекомендуемое число абонентов 90. При этом данное устройство сохранили все преимущества. Это высокая пропускная способность по беспроводной сети, а также наличие двух интерфейсов, что очень удобно. Если сравнивать с конкурентами, то конкуренты, в первую очередь, имеют более дорогую цену, при этом, как правило, не сильно отличаются по техническим характеристикам. Также напомню, что все наши точки, они имеют единую инфраструктуру, соответственно, все они подключаются в аппаратные контроллеры и в облачные. Мы об этом поговорим чуть позднее. 215 и 217 Lite конкурируют между собой. Наверное, можно сказать нет, потому что они имеют разные беспроводные интерфейсы. 215 это точка доступа до 90 абонентов и пропускная способность до 750 мегабит в секунду. 217 при этом поддерживает до 150 абонентов и общая пропускная способность по радиоканалам 1200 мегабит в секунду. Соответственно, да, и также мне коллеги подсказывают, есть существенные отличия. 215 используется в сетях, где коммутаторы на 100 мегабит. 217 и 217 Lite могут подключаться к коммутаторам с пропускной способностью до 1 мегабита. Соответственно, разные объекты по разной пропускной способности, как по беспроводной сети, так и по проводной. Соответственно, отсюда и количество абонентов. Окей, дальше. Самый интересный, на текущий момент, наверное, самый популярный стандарт Wi-Fi, который входит во все решения, это Wi-Fi 6. Для чего он нужен? В первую очередь, Wi-Fi 6 отвечает современным требованиям по обеспечению связи там, где очень большое число абонентов и очень сильно зашумлен эфиром. Так как все мы знаем, что на двойке все частоты и каналы заняты, на пятерке уже, в принципе, тоже места не хватает, то Wi-Fi 6 как раз решает эту проблему за счет применения нового стандарта в диапазоне 5 Гц. Что здесь такие изменения? До этого мы вам предлагали всегда AP218AX и AP219AX. Их существенным плюсом было наличие двух беспроводных интерфейсов, причем у 219 один интерфейс работает со скоростью в 2,5 Гбит в секунду, что обеспечивает высокую пропускную способность по проводу. По беспроводным интерфейсам 218 имела пропускную способность 1775 мегабит, а 219 это флагман линейки Vitec и она имеет пропускную способность 3550 мегабит в секунду, при этом к ней может подключаться до 500 активных абонентов, что гарантирует полноценную работу в каких-то объектах с большим числом абонентов. То есть это, условно говоря, можно назвать какие-то гостиницы, крупные мероприятия, где одновременно собирается несколько тысяч абонентов, то есть несколько точек могут решить проблему обеспечения связи. Сейчас мы предлагаем также в этом диапазоне версию Lite для тех абонентов, где не требуется большое число абонентов, но при этом есть требования по пропускной способности беспроводного интерфейса. Соответственно, есть две точки доступа, это 218AX Lite и 219AX Lite. Это новинки, 218 уже на складе, 219 мы ждем во втором квартале 2023 года, она у нас уже заказана. Соответственно, в чем их существенное различие? В первую очередь, это цена. То есть, так как эти точки имеют на борту процессор с меньшей производительностью, точки недорогие для рынка Wi-Fi 6, они очень привлекательные, но главное их отличие. Wi-Fi 218AX Lite поддерживает не более 100 активных абонентов, а 219AX Lite поддерживает 300 абонентов. Обе точки оборудованы двумя проводными интерфейсами Ethernet, но здесь есть особенности. 219AX Lite имеет два интерфейса по гигабитам, так как она имеет прониженную пропускную способность по беспроводному каналу. При этом эти точки сохраняют ту же самую операционную систему и поддержку протоколов остроуминг, а также работу с аппаратом и облачным контроллером. Если сравнивать с конкурентами, то в линейке, точнее в серии AP218, тут вообще трудно найти конкурентов, потому что другие бендеры не делают, скажем так, средних решений для Wi-Fi 6. Они делают сразу же устройства, которые обеспечивают высокую пропускную способность по интерфейсам беспроводным, а также поддержку большого числа абонентов, что обуславливает увеличение стоимости. Поэтому здесь сравнение больше такое с Wi-Fi 5 конкурентами, которые работали и работают в режиме MiMAT 3.3 и имеют подобные характеристики. Да, дополню. Просто сейчас фактически версии Lite наших точек для Wi-Fi 6, они по цене легко могут конкурировать с пятым Wi-Fi от конкурентов. Поэтому мы как раз таки предлагаем сразу же партнерам закладывать решения, которые имеют более современный технологичный стандарт связи на базе 6 Wi-Fi для того, чтобы на перспективу иметь возможность для роста и масштабного модернизации самой системы. Да, то есть в дальнейшем, когда клиент обзаведется девайсами Wi-Fi 6, ему не понадобится обновлять парк точек доступа, соответственно, вы сможете сэкономить, скажем так, клиенту дальнейшие инвестиции, сразу сделав решение в стандарте Wi-Fi 6 и заменив точки конкурентов Wi-Fi 5. А в решении Wi-Fi 6 для высоконагруженных приложений AP219X Lite, это такая более легкая версия 219, как я уже говорил ранее, она поддерживает два интерфейса медных, но с пропускной способностью по гигабиту, и так как применяется процессор с меньшей производительностью до 300 абонентов. При этом один из конкурентов, мы нашли его параметры, рекомендует всего 120 абонентов. То есть, например, в запросах с Wi-Fi 6, 219 и 219 AX Lite могут конкурировать с большинством рендеров. При этом главное иметь, скажем так, в виду, что если объект большой, там будет большое число, большое скопление абонентов, то лучше применять всегда 219 AX, так как она гарантирует максимальную производительность, а также полноценную поддержку 500 абонентов активных. 219 AX Lite такое не сможет гарантировать, то есть она максимум поддерживает 300 абонентов. Это не нужно забывать в больших проектах, то есть здесь как бы их нужно четко позиционировать, как Lite-решение для малозагруженных приложений, но с высокой производственной способностью, и серию проектную 219 AX для высоконагруженных приложений с поддержкой большого числа абонентов. По всем остальным характеристикам антенны, если сравнивать поддержку питания, в принципе, здесь мы даже это не рассматриваем, так как все вендоры похожи и плюс-минус поддерживает одинаковые протоколы питания и поддерживает одинаковые антенны встроенные, потому что использовать более мощные антенны там просто смысла нет, из-за радиопланирования, из-за особенностей. А какие у нас еще были новинки в 2023 году в начале? У нас расширилась линейка уличных точек доступа, сейчас увеличиваются запросы именно на уличные точки доступа, потому что многие вендоры ушли с рынка, либо в силу обстоятельств очень выросли цены на эти точки доступа, многие клиенты ищут замену так, чтобы вписаться в бюджеты прошлых лет, но при этом не потерять по функционалу. Соответственно, компания Vitec может предложить несколько решений, которые будут отвечать этим требованиям. В первую очередь, наши точки доступа, пластиковому исполнению, если мы говорим, они соответствуют стандарту IP65 и полноценно могут работать на улице, они имеют расширенный диапазон температур рабочих от минус 40 до плюс 55, ну и, соответственно, они адаптированы этими характеристиками для российского рынка, особенно если мы говорим об отрицательных температурах. Где можно применять уличные точки доступа? Я думаю, все мы знаем, это склады. Там не всегда есть осадки, но очень часто бывают отрицательные температуры и, назовем так, агрессивные среды. Это пыль, какие-то продукты, которые могут осаждаться на корпус точки. Соответственно, раз точка герметичная, она не боится пыли и грязи. Кафе, гостиницы, парки, то есть все уличные решения можно выполнить на уличных точках доступа Wi-Fi от Vitec. Что было и что стало? В уличных точках доступа для малого и среднего бизнеса в 2022 году мы предлагали всего одну модель, АП-315, это отличная точка, очень популярная, но так как она была одна, мы приняли решение расширять линейку. В помощь АП-315 пришла АП-317, а также мы расширили точки доступа в виде двух решений. Это АП-310 Lite и АП-316. Об их характеристиках расскажу чуть позднее. В промышленных решениях с защитой корпуса IP67 у нас все без изменений, точки отлично себя зарекомендовали. Это точки АП-510 Wi-Fi 5 и АП-518 AX Wi-Fi 6. Эти точки доступа отвечают всем требованиям бизнеса, так скажем, сегмента и применения на предприятиях там, где есть агрессивные среды. IP67 – это максимальная защита для оборудования, которое можно только придумать. То есть это металлический корпус, защита от любых осадков, хороший диапазон рабочих температур. Да, и я добавлю, что сейчас у нас появилась возможность комплектовать внешними антеннами те точки доступа, поэтому обращайтесь, можем дать в тест, протестируйте, если все будет устраивать, заложите в проект вместе с антеннами. Да, Антон, спасибо. Кстати, про антенны. Антенны у нас будут двух типов. То есть вот то, что вы видите на экране – это всенаправленные антенны Dual Band диапазон 2,4-5, а также будет предложение у нас по антеннам секторным для Wi-Fi Dual Band 2,4-5, чтобы обеспечивать какие-то зоны, скажем так, при радиопланировании, чтобы антенна не светила вокруг точки доступа, а просто обеспечивала связь в нужной зоне. Там с разными углами антенны, но это уже можно по ТЗ с нами решить. Мы посоветуем, какую антенну можно применять. Что у нас появилось в новинках? Значит, новые модели серии Lite – это 310 Lite и AP316. Отличительная особенность. 310 Lite – это как раз точка доступа для самых, наверное, нетребовательных пользователей, которые просят только диапазон 2,4. Малое число абонентов. AP316 – это решение уже в диапазоне Dual Band 2,4 и 5 ГГц. Обе точки привлекательны также тем, что они поддерживают режим Mesh. То есть, если у вас инфраструктурное решение на вашем объекте не позволяет проводить дополнительные линии связи, точки достаточно подать питание и разместить их так, чтобы вторая и третья точка доступа видели первую. То есть, можно и друг за другом подключать до трех штук в ряд. И, соответственно, точки создают специальный канал связи, который обеспечивает коммуникацию для доступа к сети. И вам придется проводить дополнительные коммуникации в виде интернет-проводов. Также из отличительных особенностей этих точек является поддержка клауд и аппаратных контроллеров. Крепление выполнено в виде универсального элемента, который позволяет крепить как на стену, так и на трубостойку. Соответствует стандарту IP65. И есть возможность подключения секторных антенн. О чем это? То есть, эти две точки выполнены таким образом, что антенны съемные. И если у вас задача стоит использовать секторную антенну, то откручиваются стандартные антенны, которые идут в комплекте. И уже приобретаются дополнительные секторные антенны Dual Band. Тем самым можно решить вопрос с секторами. По расходникам к антеннам, грозозащитам и разрядникам. Вообще, любые уличные точки доступа рекомендуется использовать совместно с грозозащитой. Разрядники по антеннам, наверное, я скажу, что смысла использовать нет. Большинство схемотехник и антенн таково, что центральный проводник замыкается с землей по контуру. Поэтому, если нет большой фидерной линии, а здесь как раз ее нет, грозозащитники для антенны использовать не нужно. Но грозозащиту для Ethernet портов мы рекомендуем использовать. В линейке Vitec мы ее не делаем в связи с тем, что на рынке России очень много российских предприятий, которые это делают отлично и у них отличная грозозащита. Если понадобится, я думаю, мы сможем порекомендовать вам модели из проверенных. То есть, есть грозащита с поддержкой PoE и, соответственно, у вас не будет проблем запитать точку доступа по PoE, а также подключить мне интернет. Продолжим. Извините проектный. Что у нас появилось? Появилась AP317. AP317 уже имеет встроенные антенны, антенны Dual Band, пропускная способность 1200 Мбит и также поддержка Wave 2, что очень интересно для пригодных пользователей. Питание стандартное 12 вольт либо PoE в формате 802.3 AT, причем порта 2, что позволяет, например, подключить еще какое-то проводное устройство либо коммутатор для подключения видеокамер. То есть, можно с помощью этой точки не только делать Wi-Fi, но и еще немножко экономить на инфраструктуре именно медных портов. Отличительной особенностью этой точки является рабочая температура от минус 30 до плюс 55, а также универсальное крепление, точно также точка может крепиться как на стену, так и на трубостойку без каких-то доп элементов. То есть, все идет в комплекте. Конкурс выполнен в стандарте IP65, то есть, он полностью защищен от осадков. Если сравнивать по функционалу, что мы имеем? В решениях на 2,4 ГГц там не так много предложений, там есть единственный конкурент. По ценам, в принципе, все схоже. Нашим плюсом точки 310 Lite является поддержка Mesh. Соответственно, если нужно на объекте поставить 2-3 точки, не понадобится проводить дополнительные провода, что существенно экономит на деньгах клиентов. По количеству абонентов наша точка поддерживает 30 абонентов. Производитель конкурент заявляет, что у него 100. Наверное, да, может быть 100 абонентов – это реальное число, но в диапазоне 2,4 подключать к одной точке больше 30 абонентов – это сомнительное удовольствие. Скорее всего, абоненты просто потеряют на качестве сервиса предоставляемых услуг. По всем остальным параметрам, 310, в принципе, можно сказать, что превосходит конкурента. Она имеет в комплекте антенны с большим коэффициентом усиления, а также расширенный диапазон отрицательных температур, что немаловажно для России. Следующее – AP316. Там уже конкуренция у нее больше, но наш существенный плюс – где не требуется большого числа абонентов, то есть это небольшие ненагруженные приложения. Наша точка всегда может предложить, во-первых, низкую цену, плюс дополнительную проектную спидку, а также поддержку технологии Mesh. По интерфейсам она поддерживает два порта, соответственно, можно экономить на сетевой инфраструктуре. Они имеют пропускную способность всего 100 мегабит, но в большинстве случаев это достаточно для уличных решений. Там, как правило, редко закладываются высокие скорости подключения, точнее, предоставляемых сервисов для абонентов. Если мы говорим про точку AP317, то там практически сейчас нет конкурентов. Те, что остались, они имеют высокую цену из-за санкций. По функционалу точка похожа. Минусом 317-й точки является отсутствие поддержки Mesh. Но, как правило, такие точки ставятся на какие-то, скажем, объекты, где требуется большое число абонентов. Соответственно, применять Mesh при большой нагрузке на беспроводной канал не рекомендуется, так скажем. Проще и удобнее для качества сервиса проводить для каждой точки отдельный провод. По технологиям точка доступа поддерживает Wave 2, а также дешевный ровно, что очень удобно для объектов, где пользователи могут перемещаться. Про точки доступа, вкратце, про новинки мы рассказали. Что у нас еще есть из важного? Для точек доступа необходимо использовать контроллеры. Контроллеры у нас делятся на два типа. Первый контроллер – это аппаратные контроллеры, и второй тип – это обочины. Сейчас поговорим как раз о них все. Контроллеры. Что позволяют делать? В первую очередь, с помощью контроллера можно сделать авторизацию согласно законодательству РФ. То есть, если вы строите для клиента общественный объект, где будут включаться пользователи, скажем так, разнообразные, с улицы, назовем так, то необходимо подключать данные hotspots к системам авторизации. Соответственно, контроллер позволяет это упростить и реализовать несколько функций, с помощью которых можно авторизовывать. Для гостиниц есть такие вещи, как ваучерная система, для других, для операторов, скажем так, есть ряд фишек, с помощью которых можно также реализовать hotspot с авторизацией. Соответственно, где это применяется? Это применяется везде, где есть массовое скопление людей разнообразных. То есть, гостиницы, офисы, какие-то логистические центры и спортивные сооружения, где очень много сейчас людей присутствует. Какие у нас изменения в контроллерах? Есть контроллеры аппаратные, есть облачные. Прооблачные чуть позднее. Аппаратные контроллеры, самая младшая модель, это AC50. Данный контроллер работает как контроллер, не имеет портов в ванне, не может выступать в качестве шлюза. При этом он поддерживает до 50 точек доступа управления и обеспечивает функции captive-портала, sms либо радиус. На борту два Ethernet-интерфейса, один из которых может обеспечивать питание контроллера по пою, то есть не придется использовать дополнительный блок питания, что достаточно удобно. Он небольшой в виде маленькой коробочки, его легко убрать в стойку и, соответственно, проблем не возникнет. То есть он как раз для серии Lite, где достаточно просто подключить существующую сеть вот такой контроллер вместе с точками доступа и развернуть локальную сеть на каком-то объекте на небольшое количество абонентов. Контроллер позволит все это администрировать и подключить в облачное управление для удаленного мониторинга и управления. Да, все верно. О схемах подключения мы как раз позже поговорим. У нас есть, скажем так, три стандартных рекомендуемых схемы подключения, которые чаще всего применяются на объектах. В старшей линейке контроллеров уже используются шлюзы. Их там четыре модели. Чем они отличаются? Модели оси 105, оси 108P – это самые младшие шлюзы. Они имеют встроенный NAT, если вам необходимо быстро подключиться к интернету. Их отличительной особенностью является поддержка до 32 и до 64 точек доступа. Главный их плюс – это наличие встроенного поэкоммутатора. То есть если у вас небольшой объект, чтобы не увеличивать стоимость инфраструктурного решения, достаточно использовать просто шлюз, к которому подключаются точки. То есть шлюз вам выполнит функцию шлюза, контроллера и сразу поэкоммутатору. У нас соответствующее число портов – либо 4, либо 8. Если мы говорим о больших объектах, где точек доступа от 150 до 500, можем предложить два решения. Шлюз оси 150 – это шлюз с пятью гигабитными Ethernet-портами, с поддержкой 150 пользователей. Программно через наш саппорт можно расширить поддержку и сделать 250 точек доступа. Если у вас объект очень большой, то мы можем предложить шлюз оси 500, который может управлять 500 точками доступа, а также его главной отличительной особенностью является наличие 6 медных портов с пропускной способностью 2,5 гигабита. Соответственно, данный шлюз также может выступать в качестве шлюза для подключения к сети интернет. По функционалу все контроллеры одинаковые, за исключением НАТО. И сервисы, которые предоставляются пользователям – это централизованное управление точками доступа, централизованная конфигурация, а также администрирование всех пользователей в сети. По облачному контроллеру – это сервис бесплатный. Он, скажем так, имеет больше функций, и я о них на отдельном слайде расскажу, сейчас не буду задерживаться на нем. Окей, по схемам применения. Здесь мы делим их всего на три схемы. Wi-Fi для малых и средних предприятий. Там, где требуется небольшое число точек доступа от 5 до 8, мы рекомендуем использовать шлюзы АСи 105P, АСи 108P. Почему их? Потому что они, во-первых, имеют встроенный НАП, они имеют встроенный коммутатор, и, соответственно, все, что требуется на объекте – это установить шлюз, подключить его к интернету, а к нему подключить от 5 до 8 точек доступа. Здесь у нас опечатка от 4 до 8 точек доступа. В серии 105P, 4 ПОЭ порта. По правилам презентации перед рассылкой. Также есть еще вариант до 50 точек доступа. Это когда вы приходите на объект, где уже установлен какой-то роутер либо шлюз, требуется установить Wi-Fi, а также обеспечить его централизованное управление. Тут можно использовать контроллер АСи 50, который может управлять 50 точками доступа. Из инфраструктуры, соответственно, понадобится установка ПОЭ коммутатора соответствующее число портов и точки доступа, либо уличные, либо внутренние, в зависимости от того решения, которое вы делаете на объекте. Если мы говорим про решение бизнес-сегмента, соответственно, это применение шлюзов АСи 150, АСи 500. Также можно использовать младшие шлюзы, в зависимости от того, сколько точек будет у вас использоваться. В этом случае шлюз выполняет функцию НАТО, к нему подключается коммутатор ядра, и уже к коммутатору ядра устанавливаются ПОЭ коммутаторы, которые обеспечивают питание точек доступа. Соответственно, при использовании 500 точек вот эта схема самая популярная и, в принципе, по ней все действуют. Соответственно, коммутаторы поддерживают все точки Wi-Tech без ограничения, то есть там нет такого, чтобы какая-то точка не могла управляться коммутатором либо конфигурацией. То есть все, что предлагает Wi-Tech, работает и совместимо с шлюзами и контроллерами. Окей, если мы говорим про облачный сервис, это дополнение к контроллерам. Его можно использовать как отдельно, так и совместно с контроллерами, что более даже удобно. Что он дает? Во-первых, вы сможете администрировать Wi-Fi точки доступа. Плюс облачный контроллер позволяет управлять и настраивать беспроводные мосты производства Wi-Tech. Также он собирает статистику работы с контроллеров точек доступа и управляет и конфигурирует коммутаторами с поддержкой режима Cloud. То есть это несколько серий. Звуковка «Сигное именование» означает, что данные коммутаторы к облаку подключаются. И, соответственно, вы в облаке можете наблюдать, например, работу коммутатора, состояние его портов, перезагружать эти порты. И те коммутаторы, которые имеют управление, в них можно проваливаться удаленно и, соответственно, конфигурировать. Но самое главное, что облачный контроллер позволяет, это администрирование всех проектов в одном окне. То есть в один контроллер вы можете подключать и создавать несколько проектов, несколько разных предприятий, которые, например, вы администрируете как администратор, а не как монтажник. Подключение команды администраторов. То есть если проект был создан, можно всегда в команду подключить нескольких админов, которые будут управлять своими частями. То есть каждому админу не придется заново подключать оборудование в свое облако. Облако будет одно централизованное и там просто ссылками, условно говоря, пригласительными ссылками можно делиться и приглашать, назначая права. Удаленное конфигурирование всех устройств, подключенных в облако. Построение карты локальной сети. Данная карта строится автоматически, но также имеется возможность выбора каких-то дополнительных девайсов, например, принтеров, мониторов, в общем, любых устройств, которые подключены к локальной сети, но не определились данным сервисом. Например, видеокамеры и сетевые регистраторы данный сервис уже определяет и даже складывает их в отдельную папочку, чтобы потом можно было ими управлять. То есть, соответственно, при работе с коммутатором плюс видеокамерой можно через облако управлять камерой, перезагружая ее по каким-то событиям, либо в случае, если она зависит. Также точно можно поступать с точками доступа. Если точка доступа одна из многих дала сбой, то через облако админ заходит, просто ее перезагружают. Соответственно, не нужно лично присутствовать на объекте и куда-то заходить в аппаратную, чтобы проводами это все перезагрузить. Это очень удобный плюс. Это рекономит, в первую очередь, время сотрудников. И здесь вот добавлю в завершение облачного слайда то, что облако изначально не является обязательной функцией для администрирования работы с нашими системами. Это дополнительная опция, которую можно использовать, можно не использовать и работать только на уровне аппаратного контроллера в закрытой сети, не подключая вашу систему к каким-то внешним сервисам по администрированию настроек. То есть это опция абсолютно добровольная, скажем так, потому что некоторые клиенты, мы знаем, что в России очень не любят использовать любые внешние сети, не дай бог там будет появиться слово интернет. Поэтому для таких клиентов всегда наши системы можно разворачивать локально на инфраструктуре клиента и администрировать внутри локальной сети. Да, все правильно. Это самый главный, наверное, плюс облака. Оно здесь не выступает в качестве обязательного элемента. Есть вендоры, у которых любая конфигурация точек доступа происходит через облако. То есть установив на объект, надо отсканировать, добавить в облако и только оттуда уже управлять. Здесь все не так. Можно использовать всегда классические веб-батли, в случае с коммутаторами, подключаться к ним и администрировать внутри локальной сети. Кстати, еще один момент главный облачного контроллера. Недавно появилась новая фишка. Это создание поэтажного плана установки точек доступа. То есть раньше это был просто список. Сейчас админ может загружать слайды поэтажные вашего предприятия, например, и раскидывать по этому плану все точки доступа. Соответственно, не придется держать реестр каких-то точек, условно говоря, где они установлены. Можно просто в виде инфографики открыть схему и посмотреть, какая точка с каким маком и пишником, где установлено, и, соответственно, у нее провалиться, что тоже очень удобно. Также, вкратце, про точки доступа, про контроллеры мы рассказали, и с ними всегда рядом присутствуют коммутаторы. Соответственно, у нас среди коммутаторов также есть несколько новинок. Вкратце по ним пробежимся. В первую очередь, это уличные поэкоммутаторы. Все в одном. Здесь у нас представлены всего две модели, но они очень интересны для большинства пользователей. Первая модель PS306GFO, вторая модель PS309GFO. Их отличительные особенности. В первую очередь, я думаю, что вы уже знаете, что в Вайтеке есть коммутаторы в пластиковом корпусе уличного исполнения. Это новинка. Ее отличительные особенности. Есть внизу пыльник резиновый, то есть, соответственно, можно подводить уже гофру с проводами через пыльник, обеспечивающий дополнительную герметизацию. Коммутаторы имеют встроенный блок питания 100-240 вольт, а также и главная особенность наличия портов ОЭ, поддержки гигабитного интерфейса. По опринкам младшая модель имеет один опринк медный, либо сотка, либо 1 гигабит, а также второй дополнительный опринк оптический, что очень важно, например, на распределенных объектах, где в силу особенностей медью не протянул. Или коммутатор ставится на большом расстоянии от узла какого-то. Соответственно, здесь можно применять оптику без применения каких-то дополнительных видеокомметров, которые, опять же, нужно куда-то прятать. Окей, вторая модель – это 8-гигабитный коммутатор. Он точно также поддерживает 8 POE портов, но уже на борту имеет 2 SFP опринка. Соответственно, их можно подключать в магистраль друг за другом, что позволяет экономить на инфраструктуре. Окей, если говорить о конкурентах, конкурентов на рынке России немного, визуально они полностью идентичны нашему предложению, но имеют ряд недостатков. В первую очередь, это наличие портов только на Fast Ethernet, то есть 100 мегабит, поддержка опринков только медных, а также нерекоментированная грозозащита. И последний минус – это маленький диапазон рабочих температур. Плюс из новинок у нас появились коммутаторы L2, L2+, да, спасибо, L2+, коммутаторы, они очень, скажем так, их многие ждали. Это первый в линейке Vitec коммутатор L2+, с поддержкой 48 POE портов. Главной его отличительной особенностью является наличие 4 опринков SFP+, то есть фактически у него есть 4 десятки на борту. Это полноценный L2+, коммутатор с очень привлекательной ценой. Они уже у нас в транзите, поэтому если у вас есть объекты, где требуется большое число POE портов для систем видеонаблюдения, телефонии или Wi-Fi, вот этот коммутатор – то, что вам необходимо. Причем у нас уже есть тестовый образец, он на сладе, да, у нас? Тестовый образец есть, можем дать тест. Соответственно, если у вас есть желание у ваших инженеров его протестировать или заложить ваши проекты в текущее, в будущее, то обращайтесь, мы предоставим вам тест. В чем плюс его, я думаю, этот слайд объяснять не надо. Применение 48-портовых коммутаторов, тем более SPOE, существенно экономит в первую очередь деньги клиента на стоимости порта, а также на стоимости места. Потому что применение коммутаторов с меньшим числом портов автоматически увеличивает количество стоек, куда они должны устанавливаться. Ну и, соответственно, это питание, вентиляция и так далее. 48-портовые коммутаторы очень привлекательны в этом плане. Обеспечивают цену за порт всего лишь 20,5 доллара, что очень главное для бюджета. И последний момент. LTM-оршрутизаторы MailSite. Это новинка, она к Wi-Fi чуть-чуть относится, но, наверное, это будет больше вам интересно в качестве транспорта и резервирования. LTM-оршрутизаторы MailSite – это очень высокотехнологичное устройство, которое позволяет удаленно их конфигурировать и мониторить. У них есть расширенная поддержка VPN-протоколов, дополнительные интерфейсы для подключения к системам ASU и IOS и широкий диапазон температуры. Для чего они нужны? В первую очередь, они нужны для того, чтобы подключить ваши объекты к интернету по системам LTM, связи через сотовых операторов, а также позволяют резервировать каналы связи через медные интерфейсы. Соответственно, где их применять, я думаю, тут вопросов тоже не возникнет у многих. Их можно применять везде от АТМ, каких-то платежных терминалов и банковской структуры, венинговых аппаратов, систем видеонаблюдения. То есть любой удаленный объект, куда требуется подключить интернет, компания MailSite может предложить решение. В линейке решений четыре базовых модели. Это серии. Серии, спасибо, да. Это 32-я серия, 35-я серия и 75-я серия. Причем 32-я серия делится на несколько подсерий, то есть 32-я это самое легкое решение. Наличие LTE встроенного модема категории 4, наличие двух изернет-портов, один из которых может выступать в качестве план-порта для подключения к резервному каналу интернету. А также есть модификация с поддержкой выхода поя, то есть когда у вас на лекте требуется установить точку доступа, либо видеокамеру. Причем их может быть до двух штук, если не используется резервный канал интернета. То данный девайс, условно говоря, может обеспечить как подключение к линии интернет, так и питание данных устройств. 32-я серия точно также имеет функционал подобный, но уже на борту установлен Wi-Fi 2.4 для подключения каких-то дополнительных беспроводных устройств, а также для удобного администрирования, потому что на борту всего два порта, они также могут быть заняты, например, подключением видеокамер. То есть какой-то объект, либо столб системы видеонаблюдения, чтобы не тянуть провода, или если нет технической возможности протянуть интернет по проводам, то данные как раз девайса 32L32S могут вам обеспечить подключение удаленных объектов к интернету. 32-я серия полноценная, это уже более интересная модель для интеграторов. На борту имеется несколько модификаций в зависимости от конфигурации, то есть там есть порты DI-DO для получения каких-то событий извне в виде сухих контактов, а также DI-DO в виде управления дополнительным реле. Есть модификации с портом RS-232, либо 485 для подключения к каким-то системам ASU. То есть это уже устройство, которое можно применять на системах не только доступа, но и автоматизации и управления. Старшие модели у R35 и у R75, это сугубо проектные модели, они также есть на складе, их можно уже с ними познакомиться. Их отличительные особенности у R35 это встроенный коммутатор, есть модификации с поддержкой POI для подключения видеокамер, либо точек доступа. 75-я модель, она более интересна требовательным пользователям, где необходим Wi-Fi диапазона Dual Band, 2,4,5 гигабитные порты. И вот эта последняя тройка, 32, 75 и 35 серии, они имеют отличительную особенность в поддержку внешних накопителей. В младших моделях это microSD, в старших моделях поддержка M.2, NVMe, SSD. Для чего это требуется? На борту установлен интерпретатор языка Python, соответственно инженеры могут писать свои скрипты и загружать их в данные устройства, тем самым часть процессов автоматизации отдается на исполнение данных устройств. То есть можно использовать эти приложения как раз для, условно говоря, автоматизированных взаимодействий с портами DI-DO, либо с портами RS-232, если такие требования есть. Либо RS-232 может поступать в качестве клиента, либо сервера для удаленного управления какими-то устройствами для ТОН. Собственно, из новинок, если говорить быстро, это, наверное, у нас все. Да, это все. Мы постарались рассказать не только про непосредственно Wi-Fi оборудование, которое необходимо, но и вокруг смежные, скажем так, сегменты, которые необходимы при построении тех или иных корпоративных решений, в том числе для разворачивания распределенных систем Wi-Fi, их управления, администрирования, настройки и так далее. На этом мы в основное время уложились. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их сейчас писать, мы и ответим. Еще раз озвучу то, что в оборудовании все есть тестовой эксплуатации, есть демонстрационные сэмплы, которые мы можем как вживую вам предоставить, так есть у некоторых устройств, как вот эти как раз маршрутизаторы, email-сайт, возможность удаленного тестирования этих устройств, подключая к тестовым экземплярам и проверяя базовый функционал. Как это работает, мы расскажем, подскажем. Обращайтесь к нам, в службу нашей Pre-Sale, поддержке, которая всегда рада проконсультировать и помочь подобрать то или иное решение. Ну и обращайтесь опять же к нашим менеджерам для того, чтобы получить очень интересные, выгодные условия по поставке этого оборудования, зарезервировать, зарегистрировать проект, если вы закладываете какое-то решение для вашего заказчика, получить все необходимые преимущества от программы поддержки проектов, ну и успешно реализовать решение. Да, email в чате, как обращаться в нашу службу Pre-Sale, указали. Ждем вопросы еще минуту. Да, друзья, не стесняйтесь, задавайте вопросы. По технической части, как вы уже говорили, что Pre-Sale вам поможет. Если вас интересуют более подробно какие-то девайсы, то, в принципе, также можете спрашивать, мы вернемся к слайдам и расскажем. Спасибо, что обратную связь даете положительную. Нам тоже, надеюсь, будет очень интересно пообщаться с вами еще вживую, когда мы будем обсуждать ваши проекты и помогать их в их реализации. Да, большое спасибо, Михаил, Дмитрий. По продуктам MailSite также напомним, по ним еще не было презентаций, отдельных обзоров, поэтому, если будет интересно, обращайтесь, мы подумаем, и, может быть, про эту линейку MailSite новинок мы сделаем отдельный. Более детальный, где не поверхностно, а уже как-то более конкретно расскажем про их особенности, покажем интерфейс и так далее. То есть спланируем то, что, скажем, вы попросите, соответственно, по большинству голосов. Да, коллеги, еще раз спасибо и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.